всем привет с вами при сегодня поговорим о весьма интересной вещицы которая добавится в новом дополнении это морские экспедиции и так экспедиции это сценарии для трех человек абсолютно любой роли можно встать в очередь даже трехела только это вряд ли конечно будет эффективно но это весьма забавно эти сценарии не будут занимать много времени они будут занимать всего лишь 15-20 минут все эти вещицы все эти сценарии они идут с целью получения азерита азерит это аналог силы артефакта с помощью которого мы будем прокачивать нашу псевдо артефактную вещицу сердце азерота это предмет который мы получим от магни бронзоборода если вы внимательно изучите плейлист который я подготовил специально для изучения этого дополнения то найдете подробный видосик об этой псевдо артефактной вещицы идем дальше собственно данные островки эти островки мы вычищаем виде сценарий эти островки нашли нам гоблины и гномы их изобретение каждому знакомы идем дальше будет предложено пока что две карты и как я правильно понимаю это добролесье то что указано здесь это считается второй картой которая будет находиться на территории старого города и так листаем дальше первая карта по идее нумерация да то есть изначально идет вторая карта потом только первое вот так это руины он гола которые полны каменных руин джунглей ну да то есть он не джунги вдалеке и такие каменные все есть и вот она эта плашка с азеритом ценным ресурсом для нас на сценарий для трех человек роли гностично то есть абсолютно любые длятся в среднем 15-20 минут и награда цель получения азерита все просто так сейчас мы все это дело переведем я готовил текст я подготовился а ну то что могут изменяться цели и задачи этой экспедиции этого сценария может меняться расположение объектов место начала сценария может также измениться и расположение каких-либо пещер то есть вроде бы как бы карта 1 но расположение каких-то объектов и мобов абсолютно разные то есть рандомная генерация скажем так ну далее показывается карта ну точнее местность вот этого всего то что случайное время суток может быть случайные мобы это эти мобы которых мы видели в пандарии сониколы так они называются эти ящерицы по моему ночное время это вообще тут бездны но это могут как я вижу о моделям их и призрачные души этих ящериц а но это то что я уже ранее сказал то что абсолютно все на этих островках случайно и что мы можем находить на них абсолютно все что только захотим вот святилища которые есть на вневременном острове и расколотом берегу в легионе будут как позитивные святилища то есть положительные для наших персонажей с положительным эффектом а также могут быть и негативные святилища с негативным эффектом печаль на самом деле на это показывается вид издалека это высадка также будет шанс скажем так встретить особо умных чемпионов вражеской фракции это чемпионы ордынской фракции это чемпионы фракции альянс также самые обычные мобы мурлоки мобы будут юзать весьма интересные тактики против нас все дело будет меняться персонально под каждую группу и придется использовать некоторую стратегию при убийстве и покорении мобов на этих островах это руины унгола вид их издалека показан обзорный такой на это добролесье такой вот полу разрушенный городок мда какую еще информацию могу сказать то что у этих экспедиций будет четыре уровня обычный уровень героический уровень эпохальный уровень и уровень pvp далее что еще можно сказать а и все пока что это абсолютно весь контент который дан по поводу этих экспедиций и абсолютно вся информация которая только изложена на различных фон сайтах по типу ммо чемпиона но клаба и каких-либо прочих догадок от людей со вич чатом всех вам благ счастья здоровья не болейте говорится берегите ноги легендарок вам побольше не забывайте делать подписос и ставить лейку до скорого до скорого